уважаемые зрители друзья канала я рада вас приветствовать уважаемые зрители друзья канала сегодня мы поговорим о таком овоще как цветная капуста а точнее почему не завязывается цветная капуста на нашем канале есть ряд видео о этом замечательном овощи но вопросы от зрителей все равно поступает и поступает почему же не завязывается цветная капуста давайте разберемся начнем с покупки семян если вы никогда не сеяли цветную капусту то стоит к покупке семенам отнестись серьезно жителям северных регионов советую покупать для посева семена капусты раннего и среднего срока созревания сейчас есть специальные адаптированные гибриды которые более устойчивы к перепадам температур также жителям южных регионов стоит подбирать гибриды которые подходят для жаркого климата производитель на упаковке всегда указывает какой сорт или гибрид скороспелый ранний спелый средний спелый или поздний спелый выбираем скороспелые сорта и гибриды это те которые начинают созревать от 80 до 100 дней после появления всходов или средне ранние сорта и гибриды которые начинают созревать от 90 до 110 дней после появления всходов значит при идеальных условиях капуста начнет завязывать кочан от 80 до 90 дней но это при том что если она будет посеяна непосредственно в открытый грунт или высажена на постоянное место закрытой корневой системой при пикировке рассады сроки завязывания кочана немного отодвигаются так как рассаде с открытой корневой системой нужно время чтобы после пересадки освоиться от стресса и продолжить рост идеальная почва для цветной капусты слабокислая или нейтральной реакции на кислых почвах цветная капуста отказывается зацветать и завязывать кочан хочу напомнить что головка у цветной капусты это цветок почву стоит готовить заранее раскислить посев цветной капусты в северных регионах делаем когда среднесуточная температура воздуха составляет выше плюс 10 градусов при такой температуре почва прогревается до плюс шести плюс восьми градусов это положительная температура для дружных сходов если мы посеем цветную капусту в более холодную почву то такие действия могут негативно сказаться на завязи головки и сроки ее созревания стоит напомнить что цветная капуста охотно формирует головку когда среднесуточная температура не выше 18-20 градусов поэтому с посевом тоже затягивать не стоит мы первый посев цветной капусты делаем примерно с конца апреля до 10 мая но как бы нам не хотелось погода все равно вносит свои коррективы и бывают сроки отодвигаются если вы желаете продлить плодоношение этого овоща то стоит сеять ранние и средне ранние сорта и гибриды признаюсь честно мы предпочитаем выращивать гибриды вместо посева для цветной капусты выбираем солнечная и с легкой кружевной тенью при недостатке света это барышня неохотно завязывает соцветия кочаны не забываем о селообороте и посеве и посадке выдерживаем расстояние между рядками 40-50 сантиметров между растениями 30-35 сантиметров тесная посадка отрицательно влияет на рост и формирование кочана следующий момент на который стоит обратить внимание это полив при формировании розетки листьев и завязывание соцветия овощу необходим регулярный полноценный полив но чрезмерное переувлажнение цветной капусте не идет на пользу кочан по этой причине может долго не формироваться вырасти слабым и рыхлым для полноценного формирования кочана необходимо подкормка первую подкормку делаем когда растение достигло 10-дневного возраста после появления всходов или когда на растении появились 24 настоящих листочка в этот период роста делаем подкормку азотным удобрением в качестве удобрения подойдут травяной настой с добавлением перегноя сыпца не будем забывать что у цветной капусты кочан это соцветие а для правильного и полноценного формирования соцветия необходимо калина фосфорные удобрения бор и молибден в качестве натурального удобрения подойдут такие препараты гумированные кислоты гумат плюс 7 микроэлементов гумат байкал если вы не противник химически минеральных удобрений то можно воспользоваться таким комплексным удобрением как сударушка для капусты или сударушка универсальная подкормки делаем согласно инструкции качестве удобрения прекрасно подойдет такой состав древесная зола марганец и борная кислота такую подкормку делаем при формировании розетки или как только начинает завязываться кочан готовим раствор так один стакан золы заливаем одним литром горячей воды 80 градусов перемешиваем все и настаиваем 12-24 часа после процеживаем в 9 литров воды разводим марганец у нас должен получиться светло-розовый раствор в этот раствор добавляем заранее приготовленный раствор из борной кислоты 2 грамма борной кислоты разводим 100 миллилитров горячей воды 50 градусов все хорошо перемешиваем кристаллики должны раствориться и после этот раствор добавляем в 9 литров воды там где у нас уже готовый раствор марганца еще раз все хорошо перемешиваем добавляем раствор залой и у нас получается 10 литров рабочего раствора после хорошего полива подкармливаем наши растения рабочим раствором выливая под один кустик 200 миллилитров готового удобрения такую подкормку делаем один раз за сезон все микроэлементы будут благотворно сказываться на рост и завязывание головки у цветной капусты как упоминалось уже ранее цветная капуста реагирует как на холод так и на жару в жаркие дни обязательный полив также можно притенять растения укрывным материалом сейчас у многих гибридов при формировании кочана листья смыкаются сами но если на этом этапе листья не смыкаются то их нужно связать сверху бечевка или над лами тем самым прикрыть головку цветной капусты уважаемые зрители если у вас стоит сильная жара и капуста неохотно завязывается не спешите удалять растения после того как спадет жара цветная капуста обязательно начнет завязывать свою головку и вы можете получить достойный урожай например в нашем регионе очень сильно изменилась погода и что не свойственно для нашего края теплая погода может стоять в конце сентября и на тех растениях которые не успели отдать урожай летом охотно завязываются и формируются соцветия которые успевают вырасти до внушительного кочана не раз снимали урожай цветной капусты в начале октября уважаемые зрители и друзья канала мы будем очень рады если наши советы вам пригодятся и помогут вырастить достойный урожай смотрите и другие видео о цветной капусте на нашем канале а на сегодня все мы благодарим вас за внимание будем вам очень признательны если вы поддержите наш проект лайками это поможет другим зрителям ознакомиться с информацией подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео оставляйте свои отзывы и комментарии а мы вам желаем теплой весны солнечного настроения отличных покупок и всего всего самого доброго до новых встреч пока пока